Всем привет, ребят, и как всегда Лазер, сегодня у нас будет новая серия погони от подписчиков. И сразу говорю, кто хочет участвовать в таком же видеоролике, то переходите по ссылочке в описании, мой ТГ-канал. Как вы видите, я сегодня взял вот такой замечательный Ниссан ГТР, и сегодня вот у нас только полиции собралось, немножко маловато, надеюсь, что дальше у нас зайдут еще люди, у всех до 925 лошадиных сил, потому что мне нужна какая-то фора, чтобы от них уехать, короче, поэтому такие правила. У них есть мигалки, и они будут меня сегодня штрафовать, кто меня штрафует, получает денежное вознаграждение от меня. Конечно, денег дам немного, потому что в КП есть лимит. Братишка, хочу посвятовать тебе лучшую игру на твой телефон, OneState. Игра создана по самым современным движкам, только представь себе, блестящая графика, лучшая физика, и все это происходит на настоящей карте Лос-Анджелеса. После обучения ты уже получаешь свое первое авто, а также бизнес, который ты можешь прокачивать и развивать. В игре огромное количество работ, ты сможешь работать кем захочешь. В игре только настоящие игроки. Покупай оружие, создавай банды, вступай в кланы и играй с друзьями. Погрузись в мир безграничных возможностей. Ты можешь стать бандитом, бросая вызовы государственным фракциями, держать весь штат в страхе. Либо же встать на сторону закона. Покупай дорогие автомобили, езди на сходки. В игре ты сможешь прокачать свою машину как снаружи, так и внутри. Присоединяйся к приключению сегодня и испытай игру, о которой все говорят. Переходи по ссылке в описании, загружай ванстейт и играй вместе со мной. Смотрите, ребят, какой хитрый чел. Он стоит вот здесь у нас на парковочке, поджидает, когда я поеду. Ну это просто гениально, но я его не засчитаю, если он меня сейчас поймает. Хотя, возможно, там даже какой-то чел стоит, который без мигалок. А ну да, ребят, просто чел зашел посмотреть. Хотя, ребят, я таких челов обещал кикать сервака. Ну ладно, в принципе, мест полным-полно, поэтому оставим. Так, у нас за мной сразу толпа едет. Конечно же, в дальнейших раундах, надеюсь, что к нам зайдут еще люди. Но, как мы видим, кстати, Nissan очень хорошо валит. И вообще, я как-то недооценивал раньше GTR, потому что мне в основе никогда не нравился. А сегодня так-то прям запал в душу, я бы так сказал. Потому что, ну реально топовая тачка. Мне как-то раньше она реально как-то не нравилась вообще. Так, надо куда-то в парк, наверное, заехать. Я даже вообще не знаю, куда мне ехать. Пацаны, где-то еще там только. Так, ну раз они такие медленные, то, блин, я еще врезаюсь во все, что попало. Так, ладно, спускаемся сюда. И раз они такие медленные, то давайте их немножко здесь подождем. Давайте спрыгнем сюда и будем смотреть на карту, их поджидать. Так, я не вижу. А нет, вот, ребят, вот, ребят, я их уже потиху замечаю. Блин, прямо на хвосте какой-то чувак за мной едет. Это на самом деле плохо. Но сейчас попробуем его как-то обыграть. Так, блин, я еще сам в забор врезаюсь. Короче, я водила от бога. Так, кто-то еще там наперекос поехал. Это жестко. Кстати, вы заметили, что первый раунд, и он уже такой топовый. Потому что мы еще никуда так жестко не врезались. Нас еще, по сути, никто не догнал. Так, кто-то уже летит прямо. Так, надо топить тапочку в пол. Так, ой-ой-ой, что? Лавка бетонная какая-то жесткая. Чего, блин? Так, ладно, все, едем дальше. Сейчас главное держать руль. Так, вот он у нас здесь. Спереди вроде у нас никого. Так, что-то еще не сам тупить немножко. Так, ладно, сюда заехали. Давайте смотрим, где это он. Я его вообще не вижу. Я его не вижу даже. Так, это плохо. Пока, ребята, у нас где-то все сзади собрались, я решил свалить отсюда именно в город. Потому что, по сути, там никого у нас нету. Хотя нет по карте. Кто-то у нас и был заметный. Поэтому свернем вот сюда. Ай-ой-ой, что меня так носит? Чел, чисто проехал меня. Понимаю, ладно. Так, это все благодаря камню. Он меня стопорнул немножко. Вот еще один. Капец, просто чуть не штрафанул. Жесть. Прям проехал в метрах десяти. Ну, блин, здесь не особо круто кататься. Потому что здесь в основе такие вот прямые дороги. Я стараюсь в основном ездить по районам. Но как-то меня все равно заносит именно ближе к парку. Я вообще не знаю на самом деле, куда мне ехать сейчас. Я решил заехать на территорию дома. Возможно, это даже тупик. Но я вообще не знаю, куда мне ехать. Потому что везде прямые дороги. Это немножко нечестно. Потому что у меня тачка быстрее, чем их. И, короче, хочется больше ездить как-то по районам. Чтобы было даже интересней. Блин, да. Меня не пускают на территорию. Сейчас пробуем сюда объехать. Я сейчас им еще напишу, что кто, типа, быстрее до меня доедет. Тот, в принципе, у нас по сути выиграл. Ждем первого человека, короче. Кто до меня вообще доедет. Даже не штрафует. Тот, в принципе, у нас выиграл. Потому что этот раунд какой-то у нас долгий. Надо его как-то немножко уже сокращать. Так, вот кто-то ко мне приехал. Но пока что еще ко мне не заехал. Ну, хоть поближе подъедь, чувак. Ну, ладно. Предлагаю его зачитать. Потому что он был ближе всех. По крайней мере, именно сейчас. Остальные немножко уже потом подгребли потихонечку. Куда мой ГТР свалил? Я не понял, куда он уехал. Ладно, переводим ему деньги. Как я и обещал. Короче, каждому буду давать по 50 косарей. Чтобы было больше раундов. Лимит в КП 500К, как мы знаем. Короче, да. 10 раундов можем отснять. Куда мой ГТР уехал? Я не понял. Что за прикол? Куда ты едешь, чувак? Стой. Ну что же, у нас наступает второй раунд. Как мы знаем, первый раунд у нас какой-то долгий был. Я уже починил свою тачку. Жду ребят, когда они там подъедут. Опа, мусора! Ля, вы посмотрите на этих халтурщиков. Взяли, подъехали ко мне под шумок. Когда я отъехал сам чуть-чуть. У меня же должна быть какая-то фора на старте. Именно, чтобы меня сразу не штрафанули. Блин, я им уже написал, что вы так близко подъехали. Они взяли еще ближе ко мне подъехали. Просто сейчас понимаю данную ситуацию. Ну ладно, не будем томить, ребята. Сейчас резко стартанем. Давайте погнали. Все, сразу выезжаем. Здесь надо быть аккуратным, потому что это ограждение такое, что можно в него легко врезаться. И, короче, все. Да, но мы, получается, хорошо выехали. И можем ехать дальше. Наверное, сейчас поедем направо, я думаю. Потому что надо вот сюда свалить по-быстрому. Все, постараемся какими-то путями долгими не ездить, кататься больше в городе, потому что так интереснее. А вот именно на всяких долгих трассах не очень интересно, потому что у них тачки все-таки слабее, чем у меня. Кто-то из них там уже сокращает. Это хорошо, потому что все в основе толпой едут только за мной. Это немножко плохо. Лучше бы продумывали какие-то гениальные ходы и срезали дорогу. Так, я хотел сюда повернуть. В итоге нет. Передумал. И просто сейчас себе урезал как бы время. Жесть, ребята, он прям на хвосте. Ай-яй-яй-яй. Ладно, все-таки он меня не штрафанул. Но мы засчитаем, типа, как бы он победил. Потому что, ну, он как бы прям меня проехал. Поэтому будем все считать по-честному. Наступает, ребята, у нас третий раунд. И как вы заметили, мы каждый раз меняем локацию. Потому что так гораздо интереснее, чем мы будем стартовать там с одного и того же места каждый раз. Так, мы уже стартанули. Подписчики едут за мной. А мне как-то страхово. Блин, кто-то к нам присоединился. Я думал, меня уже штрафанули. Ребята, многие из вас переводят мне деньги. Но так делать не надо. Все-таки у меня есть какие-то свои миллионы. Мне их хватает. Вам деньги нужнее. Поэтому оставляйте их себе. Да, ребят. Поэтому не надо мне больше переводить деньги. Конечно, спасибо. Мне приятно. Но вам денюжки гораздо нужнее, чем мне. Поэтому, ребята, никогда не переводите мне деньги. Оставляйте их лучше себе. Тачки тоже оставляйте. У меня как бы есть все. И свои тачки, и деньги. Поэтому все-таки, да, ребят. Эм, ребята, что происходит? Я застрял на заборе. Серьезно. Кто-то меня уже догнал, зачитаем ему победу. Потому что, ну, хоть он меня и не штрафанул, но все-таки догнал. Как-никак. Блин, я еще с тачки выпал. Э, да ну, серьезно? Я сейчас еще не тпхнусь. Да ну, что происходит, ребята? Вот столько участников собралось у нас на четвертый раунд. Все-таки их стало гораздо больше. Раза в три, чем именно в первом раунде, когда мы только начинали ролик. Поэтому, все-таки, ребята, адреналинчик нам добавился именно в этом раунде. Так, сразу же от них уезжаем. Блин, просто толпа сразу за мной. Весь сервер за мной гоняется. Жесть. Так, просто пробуем куда-то уехать от них как можно быстрее. Потому что, ну, какая-то растерянность прямо жестко идет. Повернем направо и поедем сюда. По прямой все-таки прям не поедем. Они все сзади у нас остались. Ну, да, ребят, у них не такие машины мощные. Но все-таки у меня должна быть какая-то фора. Потому что, ну, как бы, я должен от них уезжать. Их все-таки много, а я один. Короче, я ехал на мост. Решил развернуться и уехать в другую сторону. Потому что на мосту как-то не очень интересно. Он все-таки длинный такой. Именно там в основе ничего интересного нет. Лучше будем петлять. Вот, к примеру, заедем в парк. Тут более интереснее тем, что тут всякие горы. И, короче, как-то уехать от них надо. Так, все, сворачиваем сюда. Сюда и шикарно. Все, здесь посидим немножко. Я не знаю даже, куда мы сейчас с вами уедем. Тут какие-то канавы есть. Короче, выбоины и так далее. Тут главное мне самому не перевернуться. Но, ребят, я помню, что тут есть какая-то дырка в заборе. Сейчас мы попробуем в нее заехать. Вот она, ребят, мы ее нашли. Заезжаем сюда аккуратно. И летим в этот район. Все, пока они все там сзади остались. Именно в парк поехали. Я сюда от них свалю. Вот эту местность, ребят, я не сильно хорошо знаю. Потому что я не знаю здесь все нычки. Куда тут можно вообще проехать. Где тут разные дырки в заборе. Я этого вообще нигде ничего не знаю. Так, здесь у нас, как мы видим, тупик. Ладно, давайте пока что постоим. Так, надо заднюю сдать. И вот здесь немножко постоять. Сейчас откроем карту. Я вижу только здесь один чувак. Все остальные вот здесь. И один вообще сюда уехал. Просто понимаю, чувака. Ладно, только один здесь пока что к нам едет. И посмотрим, куда он вообще заедет. Именно сзади, что ли, хочет подъехать ко мне. Или он по дороге едет. Я таки не понял. Так, ладно, я его пока что не вижу в поле зрения. Да он прям где-то тут катает. Я прям вижу его на карте. Но где толком, я не знаю. Блин, тут что, ребят, тупик? Где тут вообще выехать можно? Серьезно, я здесь не проеду. Блин, надо срочно валить отсюда, пока он меня не зажал здесь. Потому что сейчас еще и другие приедут. Вообще жесть будет. Так, я его вообще не вижу. Он по карте где-то тут ездит. Я его вообще не вижу. Да блин, серьезно, здесь тупик. Надо куда-то выехать срочно отсюда. Где тут выезд, я не понял. Я рискнул и решил выехать через тот выезд, куда я заехал. В принципе, здесь я никого не вижу. Ой, чувак какой-то стоит здесь за углом. Я не понял. Ладно, ребят, давайте, наверное, засчитаем ему победу. Потому что он все-таки был ближе, чем все остальные. И начнем с вами новый раунд лучше всего. Сейчас переведем ему денежки, как я и обещал. Ребят, пятый раунд. Посмотрите, где мы находимся. Спереди меня маленькая щелочка в заборе, через которую я должен проскользнуть. Но у меня есть план куда лучше, чем вот эта дырочка. Сейчас напишем готовность подписчикам. И свалим налево. Ну что, ребят, готовы? Я думаю, план имбовый. Не все поедут вперед. А я вот сюда. Все просто всех обманул. Погнали, быстренько выезжаем. Серьезно я врезался. Давай, тачка, топи. Все, нормально, шикарно. Выехали, едем. Я их тупо по кругу гоняю. Короче, да, они немножко затупили. Они думали, что я поеду вперед. И они все за мной. В итоге я просто уехал налево от них. Но это просто гениальный ход, я думаю. Короче, шикарно. Снова я заехал в парк, блин, по прямым дорогам. Короче, жесть. Надо куда-то ближе к ним поехать, чтобы было интереснее. Все-таки они здесь у нас все едут. А я уже в парке, как бы, да. Кстати, ребят, напоминаю. Кто хочет участвовать в таких же видеороликах, то переходите по ссылочке в описании. Мой ТГ-канал. Там все наборы на такие видеоролики у нас проходят. Короче, я вырулил в город, но одна проблема. У меня в машине заканчивается бензин. А подписчики у меня на хвосте. Надеюсь, что бензин закончится в тот момент, когда они все будут далеко. Кто-то у нас тут сверху по мосту едет. Гениальный ход, ребят. Сейчас поедем, заправимся. Пока они все там плетутся сзади меня. Где-то я тупо встал на заправочку. Кто-то здесь как пуля летит ко мне. Не, ребят, все-таки некогда заправляться. Просто сейчас уезжаем сюда по прямой. Быстренько от них уходим. Кто-то здесь прям жесткий на хвосте уже за мной. Жесть, что происходит? Чего он такой быстрый? Я не понял, сколько у него там вообще сил в машине. Так, быстренько сюда выезжаем налево-право. Так, кто-то вообще прям на хвосте. Прям вообще прям плотничком идет со мной. Даже страхово как-то такой адреналичный. Ленюшки я чуваку уже перечислил. Все у нас как бы по-честному. Да, короче, ребят, жесть вас тут собралось. Все с мигалками, как будто я какой-то прям жесткий нарушитель. И меня уже повязали и везут сейчас в отдел. Ну ладно, ребят, ролик у нас подходит к концу. Надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. Ну а если хотите принимать участие в таких же видеороликах, то переходите по ссылочке в описании в мой ТГ-канал. Там все такие наборы и проходят. Чувака, короче, штрафовали много раз. Я решил ему помочь с баблом, потому что он пишет, что у него денег не так уж и много. Хотя, ребят, что я ему только 50 косарей дал? Мне кажется, надо ему дать даже побольше. Но это все дело, короче, да. Блин, автомобиль заблокирован. Я решил помочь чуваку. Дадим ему побольше денежек. Я думаю, 200 косарей ему хватит вполне. Поэтому переводим ему денежки. Все. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Ждите новых серий. А с вами был, как всегда, Лазер. Всем пока-пока.